Второй день Гран-при. Погода завернула совсем не туда, полетов так и не случилось. Однако мы вышли из положения. Записали интервью с участниками, которые делились впечатлениями и анализировали свои полеты первого дня. В небольшом видеоотчете эмоции из первых уст. Я недоволен своими результатами. Хотя не прилетел никто, но тем не менее я был далеко не лучшим даже среди тех, относительно рано произвел посадку на площадку. В таких гонках очень важно при таких погодных условиях вовремя оценить условия перейти от гонки на максимальную скорость к гонке на, как у нас называется, на выживание. То есть не сесть. Потому что тот, кто летит быстро и впереди, он садится на площадку и из гонки выбывает. А более медленные пилоты могут его потихонечку обойти и долететь до финиша и оказаться в итоге на более высоких позициях. Ну, леталось, прямо скажем так, непросто. Была очень сложная погода. Постоянные дожди, снег наверху. Один раз чуть было не сел там, где все сели, все остальные. Ну, удалось там выпарить, но не сильно помогло. Пролетели всего лишь на 15 км дальше. Ну, вчерашний день показал, что, в общем-то, мы нормально конкурируем даже с самыми сильными пилотами, которые здесь присутствуют. Вот из Чехии, из Польши, из Литвы. И, в принципе, мы можем рассчитывать, вот команда России, сборная, которая здесь участвует, на хороший результат, на призовые места, может, даже на первое место. Главное, чтобы нас не подвела погода, которая вот вчера, к сожалению, не дала возможность разыграть первое упражнение. Иллюзий тут мало кто испытывает, да. Вот, то, что здесь, вы знаете, приехали очень серьезные спортсмены, да. Кава, Матуза, вот, Петр Кречик. Поэтому, конечно, они там лидеры. Среди наших я бы, конечно, выделил Сергея Клюева, он, Тимошенко. Они, безусловно, тоже фавориты среди российских спортсменов. Хотя есть, честно говоря, молодые ребята, очень перспективные, которые тоже могут, как минимум, просто, скажем, что-то получить в качестве тренировки. Потому что полетать с такими великими звездами, как Кава, это, в принципе, тоже большая тренировка. Я очень люблю латать соревнования Гран-при, потому что я приехал и в Россию, когда меня позвали на эти соревнования. Я думаю, что все соперники латают хорошо. И здесь мы увидим, какие результаты будут на конце заводов, на конце соревнования. Для моих друзей и всех остальных пилотов он закончился вчера, а у меня это только первая серия была и закончилась только сегодня. Сегодня мой единственный планер стоит пока на гриде, потому что я только сегодня прилетел оттуда, куда улетел. Погода была сложная, очень сыро, шли дожди, и погода была не сильная, но потоки встречались. Мы разделились на две группы основная, это была с лидером, с Кавой. Я их видела после старта, но полетела немножечко по-другому. И когда я почувствовала некоторую неопределенность в погоде, то я предпочла подождать. То есть в плане спорта такое бывает, выждав момент, погода идет волнообразно, она улучшается, и тогда можно более безопасно пройти маршрут. А то, куда люди полетели вперед, я видела, я видела, что это 99% площадка. И поэтому я предпочла более безопасную, нескоростную, скажем, выполнить маршрут, а не показать скорость. Продолжение следует...